Приветствую вас, аноним. Смотрите, ну, во-первых, что-то вы видите недостатки в мужчинах, это хорошо. Но ваша проблема не в том, что вы видите недостатки в мужчинах, а в том, что вы оцениваете человеческие особенности как недостатки. То есть вы считаете определенные человеческие особенности, черты характера, например, недостатки. То есть вы даете оценку, а оценивая, вы, конечно же, скатываетесь в итоге к манипулированию такими стереотипами, как правильно, неправильно, подходящее, неподходящее и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому видеть особенности человека и принимать их это одно, а вот оценивать это совсем другое. И то, что вы оцениваете, является крайней деструктивной позицией. Я думаю, что, конечно, в основе такого оценивающего отношения к мужчинам лежит в взаимодействии с отцом вашим. Вот. Может быть, да, может быть и с мамой. Но, как бы говоря про вас, хочется сказать следующее, что отказ от оценок мог бы решить ваши проблемы. Но это работа именно с стереотипами мышления, в том числе и с вашими стереотипами мышления. Вот. Дальше. Что такое чувство к человеку? Чувство к человеку это И когда потребность это необходимость это желание делать что-то для него для человека И я предозреваю, что поскольку ваши чувства были только однажды то, что были не совсем чисто к человеку, что была потребность удовлетворить какие-то свои определенные желания с определенным же человеком, и здесь, конечно, нужно рассмотреть, какие именно желания вы пытались удовлетворить с этим человеком. Вот. Дальше. А вы воспринимаете мужчин только как мужчин. Что тоже является деструктивной моделью поведения. Потому что мужчина в первую очередь человек, а человек в первую очередь это социальное существо. То есть существо, которое в социальном пространстве реализовывает определенную деятельность, вследствие которой и пересекается с другим человеком. Вот получается, что вы в мужчинах, точнее в людях, видите только мужчин. мужчина для вас это в первую очередь мужчина. Это не даже человек, а именно мужчина. мужчина. И как мне кажется, это очень серьезная проблема. Проблема, потому что мужчину только как мужчину воспринимать, на мой взгляд, нельзя. Нельзя, потому что это очень сильно ограничивает восприятие человека. Вот. Так что здесь необходимо с одной стороны расширять ваше восприятие мужчин, ваше восприятие может быть даже людей с одной стороны. А с другой стороны, возможно, менять в какой-то степени фундамент, основание для выстраивания этих самых отношений с мужчинами, которые сейчас у вас, на мой взгляд, переживают далеко не лучшее время. Мягко говоря. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что судя по всему, вы боитесь отношений, вы боитесь сближения. И те недостатки, которые вы видите в мужчинах, по вашему мнению, это некоторая угроза вам. То есть в этих недостатках вы видите для себя какую-то угрозу. Ну, я полагаю, что нет ничего удивительного и сверхнеобычного, если я скажу, скажу, что, прежде чем выстраивать отношения с мужчинами, необходимо определиться, чем же вы видите угрозу и перестать в ней, в этой угрозе, в этой угрозе, ну, таковую видеть. Вот. По большому счету, в этом нет серьезно, существенно проблем. То есть если вы в чем-то видите угрозу, значит, ну, для вас это какая-то непроработанная, скажем так, зона. И, соответственно, с ней, с этой зоной можно и нужно работать. Конечно и естественно при условии, если вы этого хотите. Если вы этого не хотите, то это уже совсем другая история. Отдельного момента заслуживает история о том, для чего вам выстраивать отношения с мужчинами. То есть какова цель выстраивания отношений с мужчинами непосредственно для вас. от того, насколько хорошо в этом вы обдаете себе отсчет. Ну, во многом зависит то, насколько успешным, успешными будут ваши отношения с мужчинами. А наконец, как мне кажется, как мне кажется, идея в том, что вы боитесь боли, боитесь ошибок, боитесь что-то негативное испытать, как мне кажется, что-то негативное испытать. Почему я делаю вывод в том, что вы боитесь. Вот вы пишите, у меня застало сомнение, не ошиблось ли я, смогу ли я принять его таким, как есть и так далее. Тоже, я полагаю, вы не добираете своим шифрам. В полной мере, в полной степени, вы своим шифрам не добираете. И, на мой взгляд, в этом есть, конечно же, такая же сложность. То есть, есть сложность в том, что вы не добираете своим шифрам. И, соответственно, добираете им, добираете своим шифрам. Это тоже то, чему вам, вероятно, имеет смысл научиться. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Я могу вам сказать, что это то, что необходимо корректировать. Вот. Такая вот певтора. Такой момент. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам мой ответ поможет. Надеюсь, что вам мой ответ даст ту самую, значит, связь, которую вы хотели бы получить. Вот. Если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Удачи. Удачи.